Эндрю, а что ты думаешь про РСП? То есть про одиноких мамаш, которые нагуляли с кем-то ребенка и теперь ищут мужика. Ты бы мог любить такую? Естественно, я мог бы любить такую. Я мог бы любить ее во все дырочки каждую ночь. Но дальше знакомство с моим членом эта история точно не зашла бы. Гениально, чувак. Мне, блядь, нравится твой подход. А почему так? А я объясню. Как-то давненько я смотрел документальный фильм про обезьян. Знаешь, как это работает у бабуинов? Вот представь себе племя из диких горилл. В нем пять мужчин и пять женщин. Значит ли это, что в племени пять пар? А вот нихуя подобного. Это значит, что есть один альфа-бабуин, высокоранговый, который насаживает сразу пятерых самок. И пока остальные не победят его, о пизденке они могут только мечтать. Альфа-бабуин доминирует и забирает себе всех самок, а остальные тихо сидят в сторонке и дергают свой стручок. Как только он осеменит очередную самку, он быстро потеряет к ней интерес, забудет о ребенке и побежит к следующей, чтобы делать свои грязные делишки уже с ней. А знаешь, что делают те четверо низкоранговых, которые вечно на подсосе? Они, роняя слюни, бегут присматривать за малышом, в надежде, что использованная самка обратит на них внимание и им достанется киска. А теперь давай перенесем это на человеческое общество. Какой-то чел осеменил симпатичную жопастую самочку, а после этого четверо мужиков по очереди клеются к его Наташке и отводят его ребенка в школу, пока он ебет следующую. Что это, блядь? Это называется мистер Куколдини. Или я не прав? Сто процентов. Ты шаришь. Бабуинству быть. Куколдизм на помойку. Тебе везет, что ты много путешествуешь, чувак. Там еще хоть как-то. А в США таких принято засмеивать. Типа неуверенный в себе. Раз не готов взять бабу с чужим наебышем, которую до тебя уже поимела целая толпа. Да, бро, есть такая тема. Типа ты неуверенный в себе, потому что у нее есть пиздюк от левого мужика, которого ты в глаза не видел. Типа ненастоящий мужчина, не готов брать на себя ответственность. А с хуя ли я должен брать ответственность за чужой член, который в тебе до меня побывал? Кстати, хороший вопрос. Какого хуя я должен вскармливать чужую сперму и вливать туда ресурсы? Пора бы уже провести ребрендинг и называть вещи своими именами. Правильно говорить, ненастоящий мужчина, который берет ответственность за свою женщину, а мистер Куколдини, который вскармливает чужое семя. Они просто не выдержат такой язык фактов. А насчет путешествий ты абсолютно прав. Я какое-то время был в России и жил в Москве, там к этому относятся совсем по-другому. В России, если у женщины есть ребенок от левого мужика, то в 99% случаев она нахуй никому не нужна. Если кто-то такую и подберет, то друзья будут тыкать в него пальцем, типа нахрена тебе эта разведенка с прицепом? И именно поэтому в традиционном обществе женщины более верные и менее выебистые. Потому что не так посмотрела, не то сказала, отморозила мужика, становишься так называемой РСП. Шанс найти нового мужика примерно ноль, никому не охота подбирать падаль, нянчиться с ребенком и доебывать ее после предыдущего бабуина. А я напоминаю, что все курсы Эндрю Тейта на русском уже доступны в нашем Телеграм-канале. Современные методы заработка, вся база прособлазнения и огненная мотивация на каждый день за сущие копейки. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Эндрю Тейта. Переходи по ссылке в описании и вступай в мужское сообщество. Или оставайся на дне. Выбор за тобой. Слушай, но бывают же разные ситуации. Вот, допустим, познакомился ты с милой мамашкой. Жопа, сиськи, все на месте. Сосет как пылесос, готовит как шеф-повар, по всем параметрам, идеальная женщина. И ты в итоге поплыл, залип на нее. А потом она выставляет условия, типа, если хочешь продолжать наши отношения, то помогай мне воспитывать ребенка и будь для него папой, а то просто поебушки, это как-то несерьезно. И ты начинаешь себя убеждать, мол, баба-то хорошая, ради всех ее плюсов, можно и потерпеть бонус в виде ребенка, который особо ни на что не влияет. Вот как быть в такой ситуации? Как не попасть в эту ловушку? А очень просто. Опять же, нужно вернуться к нашей бабуинской природе. Что отличает высокорангового самца от низкорангового? В первую очередь, уровень тестостерона. Вы видите на экран то исследование. Давным-давно доказано, что чем выше уровень тестостерона, тем ниже интерес к ребенку и прочие бабские качества. Если в тебе много теста, ты не можешь с ним сюсюкаться каждый ебаный день. Ты такой типа, так, пиздюк на месте, дома порядок, все заебись. Ну все, увидимся через неделю. Хороший отец — это не значит вторая мамка. Не нужно путать эти понятия. Иначе получится, что пока тестостероновые бабуины уже дерут во все щели новую самку, ты в это время ковыряешься в обосранных подгузниках, как какая-то феминизированная нянька. Бля, чувак, как же я ору. Это не просто смехуечки, я вам реально говорю. Покажите уже, блядь, то исследование. Уровень тестостерона и интерес к ребенку связаны напрямую. Порядочные бабуины с высоким тестом не хотели так часто возиться с пеленками и колясками, как женоподобные мамины одуванчики. И это логично. Вот такой научный взгляд мне нравится гораздо больше, чем сказки от бабских психолухов о том, что нужно брать ответственность за РСП и ее наебыша. И все эти рассказы про настоящих мужчин, а на деле — обычных куколдов. Понимаешь, но все-таки пиздюк же не виноват, что его мамаша прыгает с одного хуя на другой. Он растет, ему нужно мужское воспитание. И многие мамаши возразят, что есть нечто благородное в том, чтобы заменять ему отца. Есть же многие отчимы, которые подсаживают сына на спорт, дают ему какие-то наставления, помогают не вырасти слюнтяем. А если оставить его одной матери, он не видел бы фигуры отца, и с шансом 90% он вырос бы тряпкой. И с одной стороны так и есть, но все равно у меня внутри возникает какое-то сопротивление, мысль, что это куколдиное поведение. Или, может, я просто эгоист? Ты не эгоист, а здоровый мужчина. И, естественно, не хочешь заниматься благотворительностью в отношении чужой спермы, а себя и свою жизнь ставить на последнее место. Согласен. Но знаешь, что скажут на это женщины? Ты же ненавистник и эгоист. Да, ты прав. Меня так часто называют. Но те, кто так говорят, хотят, чтобы ты задавил свои мужские инстинкты и был на вторых ролях, чтобы ты был удобным для всех, кроме себя самого. Давай отзеркалим такую логику. Если воспитывать чужих детей, это так благородно. Давай те женщины, которые обвиняют меня в эгоизме, будут сидеть дома и воспитывать чужих детей. А я в это время буду трахать других женщин одну за другой и приносить домой детей, которых они родят. А ты сиди и воспитывай их. Ты же настоящая женщина. А если что-то не нравится, значит, ты мужененавистница и эгоистка. После этой речи РСПшки рвут волосы на жопе. У них просто ноль аргументов. Да, и я совсем не против иметь жену. И воспитывать детей я только за. Но ни жену, ни ребенка я не собираюсь с кем-то делить. Слушай, с РСПшками все понятно. А с молоденькими сучками ты бы стал мутить. Допустим, тебе 30 с копейками, а ей лет 18. Вообще без проблем. Если знакомишься с молоденькой, то она, как правило, симпатичная, подтянутая, без лишних тараканов в голове. Стоп. Но если тебе под тридцатник, и ты встречаешься с девушкой, которой лет 20, обязательно найдется какая-то потасканная мамаша, которая скажет, что с тобой что-то не так. Типа ровесницы тебе не дают, поэтому ты якобы решил себе найти молодую и наивную, которая заглядывает тебе в рот и которую можно под себя дрессировать. Это да. Потому что девушки постарше, которым под 30, они ненавидят таких. Они понимают, что со временем теряют свою привлекательность. И их персик превращается в сморщенную курагу. Время играет не в их пользу. А назвать тебя педофилом они не могут. Девушкам ведь больше 18. Поэтому они выдумывают, мол, у тебя комплексы. Отличный пример. И такая поебистика обычно бывает в западных странах. В России, например, все по-другому. Заходишь в ночной клуб в Москве, а там 18-летние горячие сучки облепили 60-летнего пузана, который там большая шишка. И это ни у кого не вызывает вопросов. Ему 60, но он не мутит с 30-летними? Да они ему нахуй не въеблись. Зачем, если он богатый и ему дают молодые? Свои бездонные пилотки, где уже побывала целая толпа, пусть лучше оставят для нищих задротов. А он не для того всю жизнь рвал очко, чтобы тусить в кругу старушек. Он в это время будет насаживать юных тугих самочек и кайфовать от жизни. Вот тебе смешно, а по факту так и есть. Молоденькие самые кайфовые. Короче, Эндрю — покоритель тугих кисок. Знаешь, чего женщина боится больше всего? Постареть. Потому что с каждым годом она теряет товарный вид, и продать подороже свой вареник становится все сложнее. Если бы здесь было 15 сучек и тот русский босс, которому 60, выбирал бы из них, и в итоге выбрал бы 19-летнюю, остальные, которым 25 и больше, явно напряглись бы. Потому что они начнут чувствовать, что проигрывают конкуренцию, и молодежь наступает на пятки. Их пугает эта мысль, и им хочется ощущать, что они все еще в игре. Что на их вареник есть спрос на половом рынке. И если отталкиваться от твоей теории про бабуинов, то это логично. Конечно. Типа я все еще в игре. Потому что когда в первобытном мире на женщину не было спроса, всю еду ресурсные бабуины отдавали молодым самкам, и она никому не нужная просто умерла бы от голода. Поэтому женщины постарше делают вид, как будто мутить с молодыми — это что-то неправильное. Конечно. Они просто ссут проиграть молодым конкуренткам. Мы с тобой хорошо знакомы, и ты знаешь, что я никогда не стану встречаться с девушкой старше 25 лет. Просто не вижу смысла. А нахуя? Мне 35, и у меня больше миллионов, чем мне лет. Я серьезный дядя, играю в большие игры. Имею возможность выбирать девушку на любой вкус и цвет. И почему именно молодые? Многие скажут, потому что он грозный ебака, хочет молодое мясо. Но дело даже не в этом. Не в том, что ее организм идеален для рождения ребенка. И даже не в том, что она вся такая подтянутая и ебабельная, с жопой, как орешек. Многие девушки и в 30 шикарно выглядят, хорошо ухаживают за собой. Смысл в другом. Чем моложе девушка, тем меньше у нее ебарей за спиной. Меньше тараканов в голове, и она мягче, как личность. А когда ты знакомишься с 30-летней, о какой мягкости может идти речь? Она повидала слишком многое. Не слишком многое, а слишком многие. На скольких хуях она побывала, сколько раз расставалась и сходилась, насколько циничный у нее взгляд на отношения выработался за эти годы. Она, наверное, думала, что будет счастливой женой в свои 28, а в итоге Васька-алкаш накончал в нее и бросил. И теперь она одна. Конечно. А потом он еще трахнул ее сестру и насрал ей в душу. И теперь, когда она встречается с тобой, все эти помои, душевные травмы и обиды на мужчин автоматически выплескиваются уже на тебя. Весь ее прекрасный и богатый опыт, когда бывший Васечка пиздил ее тапком, тушил об нее окурки и харкал ей в рот, достается именно тебе. И, естественно, тебя ждет сплошная мозгоебка и попытки показать свой характер, которых с юной чистой девушкой, скорее всего, не будет. А знаешь, что будет после этого? Обязательно найдется какая-нибудь потасканная пизда в предпенсионном возрасте. Имею в виду лет 28. И она такая типа, ты не настоящий мужчина, не можешь справиться с сильной и самодостаточной. Да закрой, блядь, свой рот, в котором побывала уже половина человечества. Меня не интересует мнение пенсионерок. Так это и есть причина, по которой они так бесятся. Потому что инстинктивно они понимают, что если в свои 28 у тебя нет мужа и крепкой семьи, значит, с точки зрения биологии, ты проиграла эту лотерею. Лучшие гены достались не тебе, а молодым и более свежим самочкам. Именно их выбрали высокостатусные ресурсные бабуины, а ты остаешься в пролете. С каждым годом все больше морщин, целлюлит атакует твою старческую жопу, и найти себе достойного мужчину становится все сложнее. И поэтому они называют нас женоненавистниками. Потому что ценность мужчины со временем может расти по мере его достижений, а ценность женщины неизбежно падает. Они просто бесятся от зависти. Спасибо, что досмотрел это видео до конца. Обязательно заглядывай в наш телеграм-канал, там собраны все курсы Эндрю Тейта с лучшей русской озвучкой. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Эндрю Тейта. Это абсолютная база про заработок от женщин и успех в жизни мужчины. Ссылка в описании. Продолжение следует...